Сегодня у нас Алдос. Алдос весьма жёсткий боец, но я вот взял его в этом бою как лесника. Посмотрим, какой он себя проявит. И весьма необычные сборки. Вообще Алдоса обычно берут в максимум жира, потому что благодаря стакам Алдос может наносить невероятный урон. Вообще смысл Алдоса набивать стаки и делает он лучше всего, наверное, всё-таки на линии это, нежели в лесу, потому что в лесу крипов мало, а на линии через мид можно это достаточно легко делать. Через опыт тоже неплохо он набивает себе свои стаки. Вот уже 4 стака набил, но всё равно маловато. Сама фишка это усиленная атака руки первым навыком добить противника. Всё, что от тебя по сути требуется. А Алдос вначале вообще себя никак не проявляет. Максимум, что он может это как-то поддержать союзников в определённой ситуации. Но ни в коем случае ни инициатор вообще ни разу, к сожалению, тут просто без шансов. Просто без шансов не хватит ни урона, ни живучести. Хотя второй навык позволяет частично танкануть там один удар. Буквально вот можно посмотреть, что он частично снижает урон на то время, которое обозначил навык. Но вообще мне нравится этот герой. Мне нравится этот герой по одной простой причине. Несмотря на то, что этот герой поздней игры. Вот тут я совершил ошибку, неправильно добил. Всё равно, знаете, при аккуратной игре в начале, Алдосом приятно играть. Очень приятно играть. Вот здесь двойного крипа обычно можно забирать с помощью одного удара. Вот не знаю. Нет, я слишком... Отпугнул я Лейлу. Совершил ошибку. Не надо было этого делать. Слишком рано я пошёл. И потерял время своего фарма. Алдосу невероятно важен фарм. Он невероятно важен. Максимально пытаемся красть вражеский лес. Максимально пытаемся борзеть, наглеть, как только можно и нельзя. Давай, помогаем нашим союзникам. С усиленной атакой в воздухе. Отлично. Даже если мы не уничтожаем, во время ультимейта нам засчитывается помощь. Вот это ещё важно понимать. Запомните. Даже если вы не подлетите. Даже если вы опоздаете. Вам накинется помощь за то, что вы в определённый момент времени заюзали ультимейт. И во время ультимейта противник упал. Нам показывают на черепаху. Делают правильно. Надо идти и забирать её. Пока есть возможность. Иногда, иногда можете забирать и крипов. Тоже наглеть так можно. В целом не успели мы на черепаху. Молодец вам слот. Переиграл и уничтожил, как говорится. Я не скажу, что я опытный боец на Алдосе. Хотя он мне и не нравится. Я больше любитель, знаете... Я больше любитель Ханзы. Я думаю, это видно, как я добиваю. Потому что игроки, уже привыкшие к Алдосу, они достаточно спокойно фармят. Сейчас у меня откатится ультимейт заодно и заберу крипа. И пойду помогать наверх нашему союзнику. Но не, как сказать, помогать. Помог бы, если бы смог бы, но не помог. Используем первый навык. Первый, а второй... Оп. Отлично. Ну, это был глупый, глупый мув. Но я его добил. 1-1. Ему 1 килл, мне 1 килл. Но мы зато убрали вражеского убийцу на время. Правда, особо пользы это никакой не принесло. Это было тупо просто... Просто килл, просто слив. Тупой ход. Лучше так не делать. Лучше максимально упороться в фарм и максимально набивать себе стаки. Примерно на 200, на 250, на 300 стаках Алдос начинает себя чувствовать более чем прекрасно. А касаемо сборки, о которой я говорю, она не совсем стандартна, потому что обычно Алдоса собирают полностью в жир. Урон у него и так раскрывается на поздней игре. Я же взял сборку на полный, разовый, максимальный урон. Частично с живучестью. Вот, вот двойной килл идет уже к поздней игре, уже когда чуть-чуть урон подкачаешь. Сам прикол сборки... Это, вот видите, центральная сборочка. Через единичный удар после прилета. Для чего эта сборка нужна? Эта сборка малоэффективна зачастую бывает. Вижу, что наших уже начинают душить. Иду ультимейтом. Буду надеяться, что... Да, хорошо. Уйти-то я успел, и меня даже засейвили. Смотри-ка, как красиво. Клинт свою работу сделал. Да и я помог. Четыре помощи заслужил, и нормально. К сожалению, я вижу, что у нас опыт отходит. Надо идти на опыт. Надо идти на опыт, или полностью лайн отдадим. Очень плохо. Но на лайн возвращаться опыт не хочет. Забрать бы черепаху, но нет, не пойду, потому что все наши по правой линии... Меня просто зажмут, и черепаху от-бе-рут. Вот, теперь уже могу рискнуть... Пойти за черепахой. Да, могу, хорошо. Спокойно. Спокойно попробую черепаху забрать. В чем фишка моей сборки? На самом деле... Ничего особенного. Просто разовый большой урон. Да, малая живучесть, но... Есть все-таки одно преимущество. В поздней игре я могу просто... В любой момент вылететь в АДКшника и снести его, если я этого захочу, разумеется. Но есть нюансы. АДКшник на подлете может снести меня. Вот, как бы... Как бы не без этого. Отменяем ультимейт. Меня явно загнали уже в том моменте в ловушку. Пойду попробую стырить лес противника. Хотя, ну... Не получится. Ханец, получилось. Он спокойно мне отдал... Своего крипа. Отлично. Нет, я не вытяну один на один. Тем более, тут уже Лесли присоединилась. Да. Еще фишкой Алдоса является его пассивный навык. От второго удара базовой атаки накидывается щит. В зависимости от твоих стаков. Тоже неплохо. 82 стакок в шестой минуте. К сожалению, это не самый идеальный результат. И я не хотел брать его в лес. Вообще, я планировал сделать этот видеоролик по Ханзу. Но... Банят. Банят Ханзу, прикинь. Банят Ханзу. Где же это видано? Это рейтинг. Упал в легенду. Сейчас будет... Сейчас будем наверстывать упущенное, так сказать, победу сделаем Алдосом. Потом уже посмотрим. Ладно, нафармим. Ничего страшного в целом. Надо поддержать, помочь. Давайте стопнем Лейла. Я вообще не думал, что Лейла у нас... Так, спокойно. Надо помогать. Надо помогать. Душним, 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 душним. Максимально душним. Я надеюсь, второй навык откатится. И нет. Нет. Я не бросил, но меня решили бросить, я так понимаю. Ну ладно. Такое тоже бывает. Мы слишком рано файтимся. Мы файтимся с 86 стаками на Алдосе. Это огромная ошибка, из-за которой, к сожалению, можно проиграть. Потому что Алдос очень долго будет набивать свои стаки обратно. Ну а то я вижу, уже у меня синий баф тыбзит потихоньку, поаккуратненько так, осторожненько. Но бросить свой лайн, пойти в лес, тоже не самое мудрое решение со стороны нашего опыта. Но союзников, как говорится, не выбирают. То ли ходи с готовой пати, то ли пытайся подстроиться под тех союзников, что тебе дает игра. Вот мы будем и пытаться подстроиться. Полностью игнорируем массовые файты. Я вижу, что поверху у нас есть возможность пробить лайн. Давайте попробуем это сделать. Похер на черепаху. Не знаю, зачем Валер идет туда. Он, видимо, решил попытать счастье. Так, отлично. Ага, все, красивый мув. Я заберу себе сейчас их танка. Постараюсь это сделать, по крайней мере. Заберу танка их. Заберу, отлично. Почти упал, но я все-таки смог его забрать. Вот еще фишка Алдоса. Если противники разъединяются, можно вот таким образом кружить. Можно отменять ультимейт и отходить от урона. Если бы я был в жир, конечно же, жил бы намного, намного дольше, намного лучше. Но я выбрал путь урона, чтобы в конце игры решать против Лейлы. Я думаю, сделал я это не напрасно. Отлично, он добьет. Он добил, хорошо. Упускаю возможности добивать крипов. Вот крипы бегут, давайте все-таки займемся крипами. Чем будем добегать до красного бафа. Сейчас он нам менее важен, менее нужен. Отводим. Чуть-чуть базовая атака бьет по массе, это надо учитывать. Так, идем к Менситару. Но, к сожалению, я не выживу, не успею. Да, он меня добьет, конечно же. Я бы мог контратаковать, получить защиту, но особого... Особого смысла в этом не было, все равно бы я упал. Уж слишком живуч хилус. Против хилуса мне не станковать. Моя ошибка, опять же, я не подаю ее в пример. Касаемо сборки. Я собрал эту под себя. Когда-то я давно просто пытался играть через урон. Меня все устраивало, потому что... Когда ты приходишь в миф, бывают такие моменты, что самой главной проблемой в битве является стрелок противника. И вот с этой задачей Алдос прекрасно справляется полностью в урон. Влетая и снося с одного буквально удара стрелка противника, ты делаешь дело. Сейчас они пойдут, скорее всего, забирать лорда. Я пока вмешиваться не буду. Я пока подожду. Подожду и пойду за одну лайн почищу. Я бы мог пойти помогать. Ага, я вижу, что здесь кто-то рядом у меня находится. Хорошо, и пойдем добьем тогда мы с вами Лесли. Я думаю, урона уже будет достаточно. Да, достаточно урона. Так, все, убегает Ланселот. Убегает, убегает. И не туда. Я просто не туда отправляю возмездие, к сожалению. Но зато я могу забрать лорда сейчас. Очень вовремя. Молодцы, ребята. Уничтожили вражескую команду. Забрали Лесли. Я не знаю, почему она не уходила восстановить себе здоровье, но... Видимо, у нее был план, она чего-то придерживалась. А с Алдосом это большая ошибка. Всегда уходите... По мере возможности, во-первых, вставайте под башню. Желательно под вторую, центральную, чтобы контратаковать Алдоса. Вот это очень хороший контр против его ультимейта. Не каждый Алдос, особенно если Алдос грамотный, будет вас через слив. Но, знаете, на ДК-шника зачастую все равно полетит. Даже если это будет слив, он заберет его с собой. И даст команде возможность спокойно контратаковать. Так, крипов надо забирать обязательно, крипов. Я всегда забываю забирать крипов. И это печально. Вот так, сразу двоих. Уже, уже адский урон. Уже идет клинок. Так, мы сейчас подождем, пока наши пройдут вперед, чтобы грамотно... Ага. Раз, два, три. Поехали. Все, наша цель стрелок. С остальными пусть справляется команда. Все, стрелок готов. Отлично. Красиво, красиво, красиво идет команда. Красиво. Уходим. Но, к сожалению, уже Ланселот перехватил инициативу на себя и положил половину команды. Но Валер все-таки справился, отошел, остался в живых. Такое месиво произошло. По-моему, Хилл застанил то ли Тигрила, то ли нашего бойца. А, Селену, я не понял, если сейчас что-то произошло. Или Селину, или как ее зовут? Сильвану, да. Сильвану. Я определенно видел стан, видел массу, но не понял точно, что произошло. Главное, что мы свою задачу выполняем и сносим самое опасное, что есть у противника, это его стрелка. Очень хорошо Алдос подходит для этой роли, особенно, когда он вогнан в урон. Но учтите, если вы будете играть через такую сборку, может быть определенный момент. Спасибо большое. Может наступить определенный момент, когда ДКшник смекнет, что к чему. И на подлете, вот что самое интересное, Алдос может обосраться в том моменте, когда ты на подлете. Вот будешь буквально подлетать к противнику, и он начнет в тебя стрелять. Вот та же самая Лейла, так можно сделать. И просто ваншотнуть Алдоса на подлете, потому что он настолько ватный. Все-таки на защиту что-то брать в таком случае, ну, желательно взять что-то на защиту. Ошибка со стороны Лейлы. Я не знаю, что это, блядь, было вообще. Но это была огромная ошибка сближаться с противником, особенно с Алдосом. Потому что у нас уже 234 стака. Танк не уйдет по-любому. Вот это огромная ошибка со стороны была сейчас Минситара, притяжение, да. Потому что Валер спокойно отошел, спокойно стал спамить своим огнем. Ну, Ланселот хорошо отыгрывает, Ланселот делает им игру. Кадита, Кадита очень страшный герой, но тут... В этой катке это не самый опасный противник. В этой катке решил себе показать все-таки Ланселот. Хотя это очень странно. Не так часто можно встретить нормального Ланселота. А между прочим-то идет 948. И сборка не самая дамажная. Зачем-то ему шлем на Реген. Немножко не понимаю. Я не ас в Ланселоте вообще. Не играл Ланселотом. Но играл часто против него. Пишите в комментариях, если кто-нибудь вообще разбирается. Зачем ему шлем на восстановление здоровья. Я не понимаю. Так, вижу. Вижу нашего любимого АДКшника. Идем сразу... Наперед. В воздухе заранее прожимаю умения. Но и без меня здесь забрали его. Так, отходим. Бросаем танка. Ну, конечно, душнят. Душнят максимально. Душнят. Даже так Алдос весьма живучий. Даже так Алдос весьма живучий. Хорошо себя чувствует. 9000. У нас даже нет особо перефарма. Понимаете? Ну, это... Я отвлекся от боя. И поплатился за это. Тоже, да. Такое бывает. 6, 7, 10. Ну, ладно. Неплохо. Если одевать его в танк. Опять же, просто будет дольше жить. И меньше дамажить. Вот вся разница. 2-3 удара на 300-400 стаках он будет примерно требовать, чтобы поразить средней живучести героя. Будем говорить вот так. С этой же сборкой я могу, ну, вот, сам видите, что делать с ДКшником, да, и с более ватными дамажными героями. Кто первый влетит, так сказать. Можно, опять же, брать на неопытность противника. Переигрывать таким методом. И брать свое. Ну, желательно, если вы будете все-таки Алдосом играть в команде, потому что, ну, это не мета, это не имбовый герой. Вообще ни разу не имбовый герой. Альдоса в целом легко контрить. Когда он в танке, его не особо сильно можно бояться. Единственное, что желательно как-то плюс-минус пораньше заканчивать игру. Но все равно. Не самый опасный товарищ. Ошибку делаю. Забираю АДКшника. Спокойно. Оставляю нашим возможность. Но нашей возможностью не пользуются. Наши отстали. Куда-то почему-то назад ушли. Но вот сейчас уже поздно, поздно. Но подтянулись и забрали. Все-таки забрали они эти... Вот сейчас лучше бы не отходить и помочь пробить лайн. А, нет. Все-таки лорд, лорд идет у нас. Валер вряд ли. Хотя, может быть, и справится. Кто же его знает. Но Кадит, Кадита не даст спокойно им забрать башню. Проще пойти и помочь Валеру. Хотя и Валер сам, по-моему. Нижний лайн сейчас пробьют. Это не очень ничего хорошего. Клинт, 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 молодец. Клинт возвращается, чтобы помочь все-таки на базе. И правильно делает, потому что сейчас пойдет Респ. Я бы на месте Тигрилла тоже вернулся. Отлично. Валер забирает лорда. Прекрасно. Видите, мы свою задачу опять же выполнили. Забрали АДКшника. АДКшник в этой ситуации был очень опасен для нашей команды. По сути, Алдос в этой сборке нужен чисто для уничтожения очень дамажных соперников в команде противника. Перед тем, как начинается масс-файт. Как пример, да? 256 стаков. Стаков мало. Очень мало стаков. К 17-й. Хотя, в целом нормально, ладно. Я надеюсь, что команда сейчас отступит. И рисковать сильно не будет. Ну, АДКшник уже понял, что к чему, что дело пахнет жареным и держится максимально далеко сзади всей команды. Правильно делает. Правда, я не вижу, чтобы Минситар контр... Нет, к сожалению, я лечу очень напрасно. Очень напрасно я это делаю, но я это сделаю. Я это сделал. Отлично. Отходим. Конечно, благодаря Сильвании. Сильвана сейчас падает, но... Главное не дать им забрать основную базу. Я постараюсь это сделать так, чтобы они не забрали. Если Минситар жив, надо быть осторожным. Минситар это аналог Франка, но Франка, конечно, гораздо приятнее играется. Отлично. Я думаю, что я уже вполне себе способен оконкурировать с Ланселотом 1 на 1 по урону. Уж тем более я его перебью. Но Кадита в кустах. Вот это не очень приятный подарок. Не хотелось бы встретить Кадиту. Потому что у Кадиты все-таки есть хороший контр, и она может легко уйти от атаки. В этом Кадита выигрывает очень многих. Кадита вообще прекрасный маг под башней. Под башней Кадита может залетать просто великолепно. Переигрывать, так сказать, и уничтожать просто все, что только можно и нельзя. Поехали. Поехали, попробуем обнаглеть. Главное, чтобы... Отлично, все, уходит. Но, к сожалению, мешает мне... Так, спокойно, давай-давай-давай. Ой, как красиво. Как же красиво Валир подошел. Просто как же красиво подошел Клин с Валиром. Просто невероятный мув. Просто молодцы. Просто размотано. Тут выбор то ли Лорда, то ли базу. Я выберу базу, а Клин пусть попробует забрать. Лорда. Да, все, надо пушить. Лорда брать нет никакого смысла, пока они уничтожены. Ой, ребята, лучше бы вы помогли мне на лайне. Ну ладно. Думаю, я и сам, собственно говоря, справлюсь. Хотя Лейла может помешать. Стараюсь. Стараюсь сделать побыстрее. Все, берем базу. И это победа. Я вас поздравляю. Ну вот так играется Алдос. Конечно же, бывают случаи, что Алдос в урон так хорошо не отыгрывает. Приятнее мне все же стоять через лайн опыта, но и через лес, видите, прекрасно он себя чувствует. В определенных ситуациях, в определенных умелых руках, естественно, если ты знаешь, что делать, то с помощью Алдоса, опять миф, ты будешь делать просто невероятные вещи, невероятные катки будешь закрывать, помогать команде в пиковых определенных страшных ситуациях выигрывать бои. Вот как-то так. С тобой был я, Ван Грешник. Подписывайся на канал, не забывай поставить лайки. Увидимся в следующем видеоролике, игре. Пока.